привет с вами тамара огин давайте сегодня посмотрим как петь сама time я честно говоря долго думала в каком формате сделать это занятие поняла что мы не будем сегодня прям над каждой ноточкой мелодии сидеть мелодию вы можете посмотреть собственно в нотах их вы найдете библиотеке ссылку я оставлю внизу и там будет несколько версий в том числе в разных тональностях этого сама тайма потому что мы эти ноты делали под разные голоса под разные версии так далее то что сама time это же очень давний стандарт и его версии уже просто по великое множество что не хватит никаких пальцев сосчитать поэтому чем мы займемся сегодня давайте посмотрим как петь с точки зрения стилистики посмотрим как формировать звук позицию чтобы эту стилистику выдерживать что помогает ее делать что наоборот оказывает медвежью услугу когда мы поем мы будем смотреть мелодические ходы мы будем смотреть чисто саму вокальную технику чё куда поставить чтобы это прозвучало и чё куда не надо поставить и пока же поговорим про ритмику потому что в джазе и в блюде все-таки ритмика первична а мелодика и гармоника уже стоят на втором третьем месте и так далее и так с чем мы начнем но всегда когда мы приступаем к разбору новой песни к работе с ней мы должны голос настроить на тональность что это значит мы должны ему выдать контекст так как голос нас безладовый инструмент у него вот например в си миноре работать у него этих нот си там вагона маленькая тележка это на пианино си 1 а у него там их целая куча потому что так же как на гитаре да чуть сдвинул чуть туда чуть сюда это уже немножечко другая си поэтому мы должны выдать ему контекст какую именно сей какую именно ре какой фа диез петь и соответственно для этого нужно поставить его в тональность также ставить в тональность нужно для того чтобы голос лучше понимал в какой области себя самого своего диапазона своих угодий голосовых он сейчас будет работать для того чтобы опять же мышцы правильно настраивались чтобы соответственно голос работал с меньшим ну скажем энергопотреблением он стал в нужную позицию в нужную высоту и ему оттуда удобнее тянуться до всех этих полок на чем он там стоит начале комнаты и куда-то ему надо там бежать все время как мы это делаем проще всего дать себе трезвучие нужной тональности сиры фа диез сначала просто послушать чтобы голос ушами посмотрел на тональность можно добавить себе немножечко баса опять же я даю вариант для женского голоса нужный вариант для мужского выдать единственное только варианте для мужского если взять трезвучие внизу малый октавы то из-за того что мы уже ушли вниз и плотность нот и звуков там больше то само трезвучие в классическом его виде полтора плюс два тона чувствуете что-то как-то неразборчиво вот здесь все слышно а тут какая-то каша уже начинается поэтому все что внизу вот ниже середины малой октавы лучше давать в более широком расположении то есть ноты идут не друг за другом а как бы через ну то есть мы например бас возьмем вот здесь а в правой руке от трезвучия выкинем основную ноту уберем си оставим только рэ оси например возьмем здесь наверху либо возьмем фа диез вверх возьмем рэ кстати рэ фа диез си то есть получается d3 fds 3 и b3 ноты буквально обозначение звучит как-то лучше чище а тут уже все каша пошла то есть тут я обернул трезвучие один раз серый фа диез до рэ фа диез си в малой октаве и у меня уже получился такой более прозрачный вариант либо еще прозрачнее это вот в один сры все голос начинает слышать знакомую гармонию и он понимает куда ему настраиваться вернемся обратно женский вариант что мы делаем дальше в обязательном порядке в обязательном порядке мы кашу распелись перед тем как в обязательном порядке мы голос ставим на ноты этого трезвучия прям по отдельности каждую ноту по несколько раз просто подержать и в этот момент уши как локаторы они отслеживают что происходит и потихонечку себя настраивают я думаю если вы сейчас хорошенько прислушайтесь еще раз пою вы услышите что у меня голос на микро уровне делает вот так это вот он настраивается он проверяет где он чего несколько раз встали спокойно на одну ноту потом несколько раз встали на вторую ноту на третью ноту трезвучий если нужно развернуть трезвучий еще верхнюю си тоже потрогали все зависит от того какой у нас здесь будет диапазон мы будем ходить ну вот примерно вот всю первую октаву и немножечко кусочек малая октаву где-то примерно половинку наверное возьмем поэтому вот настраиваем голос мы его настраиваем на гармонию и одновременно уже показываем ему примерный фронт работ что делаем дальше давайте возьмем самое начало и практически всегда практически во всех версиях это начинается как сама то есть мы встаем на пятую ноту нашей тональности нашей гаммы на фа диез и оттуда покачиваемся показывая наклонение показывая то что это минор сам как вы слышите я тут играю не чистый семинар а ладовый это дарийский лад это семинар у которого повысили шестую ступеньку это вот как раз вот характерное звучание вот этого сама тайма создается именно благодаря вот этому ладу основной тональности подробнее про то как его играть и какие там аккорды какая там гармония вот в этом видео давайте сейчас прям посидим на вот этой первой фразе разберем внутренние посадку звука постановку голоса да его позицию позицию произношения и посмотрим что как работает на стиль значит у меня голос альтовый классический альтовый голос и для меня этот фа диез он но он не низкий невысокий то есть это вполне себе нота которую я могу спеть спокойно она у меня не вызывает никакого дискомфорта поэтому я могу на ней выдать ну очень много вариантов и позиционных и динамических и стилистических тут очень удобно сейчас как раз будет потрогать чего бы начать а давайте собственно начнем с произношения сейчас я мне нравится так делать сначала я показываю два разных варианта вы пробуете самостоятельно проанализировать а потом уже я даю какие-то комментарии и так это укладывается лучше сейчас собственно я спою два варианта и попробуйте понять для себя чем они отличаются то есть чем они отличаются вообще и что хорошо что плохо на ваш вкус а самотан а а а и и и и и Второй вариант. Summertime, and the living is easy. Как это? Минутка на размышления. Вот. Минутка магическая, которая уже кончилась. Теперь мои комментарии. Ну, чувствуете, вообще абсолютно по-разному, хотя мелодия та же самая. Я даже постаралась ритмику сделать ту же самую, но что интересно. Мне было сложно делать ту же самую ритмику. То есть, насколько постановка звука влияет на все. То есть, она начинает за собой тянуть даже ритмическое ощущение. Ну, так вот, они, два этих варианта, очень сильно различаются посадкой звука. Summertime, Summertime. Чувствуете, второй вариант, он такой, можно, наверное, его назвать классический. Короче, он открытый. То есть, звук весь впереди. Это, почему я назову его классический, потому что это стандартная постановка голоса. Мы всегда его выводим сначала вперед, вот сюда. Он здесь обживается, привыкает, все нормально. Мышцы привыкают к нагрузке, уши привыкают слушать себя снаружи. И дальше уже мы начинаем его крутить в разные стороны. Хочешь так, хочешь так, хочешь туда-сюда. То есть, это такой, ну, исходный для него вариант. И все бы ничего, но начинает вылетать стилистика. Он звучит как-то слишком прямо. Второй вариант, точнее сказать, он был первый вообще-то из тех, что я сейчас спела. Summertime. Я звук ставлю, вот если я сейчас так боком повернусь, чувствуете, он у меня не просто вот так, он аж вот так. Summertime. Я его вот туда направляю, и благодаря этому он становится чуть темнее, чуть более, ну, я бы сказала, матовым относительно. Вот именно вот этого Summertime, этот какой-то прям такой вот, ну, востнящийся, глянцевый, а этот вот Summertime, что, в общем-то, нам нужно внутри стилистики. Легкая такая сумрачность и легкий-легкий такой вот какой-то прикругленный звук. И как добиться этой постановки? Ну, вокал вообще это такая штука, где мы все абсолютно, ну, практически все делаем на ассоциациях. Потому что это когда мы руками играем на инструменте, мы видим и сам инструмент, мы видим и пальцы, а когда мы поем, мы не видим ничего вообще. То есть все происходит там, нам приходится представлять. Поэтому, собственно, просто представьте себе, что у вас звук вот так стоит. Можете представить, что вот он как-то вот так идет. Или, допустим, там какая-нибудь, не знаю, дощечка лежит, по которой он как скейтер так у-у-у-й туда наверх. Как угодно. Вот здесь абсолютно ваша свобода представлять, как вам надо. Главное просто саму суть ухватить, что нам звук нужно подать вот туда. Он может поддаться не сразу. Главное тут не это, не, как-то сказать, не расстраиваться. И еще мега важный момент – не давить. То есть мы это делаем не мышцами. Мы именно сознательно делаем это не мышцами. Мышцами это делает организм на подсознательном уровне. То есть подключаются глубинные вот эти все процессы, которые отвечают за что-то, что мы не контролируем. Типа дыхание, вот эти все физиологические процессы, о которых мы не думаем. То есть мы подключаем именно эту систему. Мы только задаем себе, короче, делегируем. Вот мы такой крутой начальник. Мы выдали задачу, а там наши физиологические подчиненные эту задачу выполняют. Потом можно немножечко попробовать посмотреть, что происходит с челюстью. Самотан, самотан. Когда я пою в блюзовой стилистике, я открываю рот почти так же, как я говорю. То есть, ну совсем немного. Благодаря этому звук имеет возможность там немножко как бы вот туда завернуться. Он все равно во время пения идет больше, чем во время разговора. Но вот этот вот, не хочется говорить, избыточный массив, ну просто вот этот вот достаток звуковой, он начинает искать себе выхода, немножко выходит сюда напрямую, но чуть-чуть загибается, но он не уходит в голову. Это же волна, это воздух, ему надо куда-то выйти. Поэтому он начинает выходить чуть-чуть через носовые пазухи. И вот так вот мы плавненько пришли к произношению. Так как мы говорим о блюзе, а тем более еще и прям, ну, это, конечно, нельзя сказать, что это корневой блюз, потому что все-таки самотан, это вещь написанная, да еще и написанная в такой, ну, я не знаю, сейчас надо, я думаю, будет поинтересоваться у мусс-теоретиков, можно ли это назвать таким классическим лоном, потому что это все-таки опера. Гершин все-таки писал оперу, прям многочастное произведение. То есть эта вещь очень сильно корнями в классику уходит, ну, я имею в виду в академическую музыку. Но, тем не менее, этому произведению скоро сто лет, по-моему, в 28-м году он его написал. И так как это именно такая старая традиция, да еще и традиция именно американского исполнительства, то есть мы имеем дело не просто с английским языком, а именно с американским английским в плане произношения, нам нужно создать немножко такой, ну, носовой, сонорный чуть-чуть призвук, который характерен именно для американского английского. И тогда мы с большей вероятностью попадем в стиль, потому что мы привыкли к блюзовому звучанию именно в таком виде. Если мы хотим попасть в стиль, мы все равно будем даже подсознательно стремиться именно вот к этому звучанию. Поэтому Если начать на русском языке говорить таким вот образом, то это будет звучать очень странно, потому что русский язык, он открытый, он весь через челюсть, вперед. А в английском немножечко все-таки он в нос туда заходит. То есть вы послушаете всякие там ток-шоу, например, да, американские, то вы услышите вот именно вот этот вот такой, я не хочу говорить гундосы, потому что это какой-то такой негативный оттенок, но, в общем, понятна суть, да, что нам нужно его в нос загнать чуть-чуть. То есть не совсем вот так, как в этом мультике про 38 попугаев, когда они там попугаями удава мерили, а в это время несчастного слоника за нос крокодила из этого из озера схватила слоника. Давай, пожалуйста, пустите гундос. Ну, не так, конечно, но, опять же, пробуйте, по щепоточке подсыпайте этой вот сонорности, и вы найдете нужную пропорцию, такая вокальная алхимия. Вот, поэтому чуть-чуть его загибаем саму посадку звука немножко назад. Вот так он у нас как бы накреняется. И добавляем немножко вот этого самого принца. будет вам счастье вот и точно таким же образом мы уходим петь дальше я думаю вы заметили что когда я пою я спускаюсь не фа диез а вми где-то то есть там же да 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 мне нравится спускаться вми потому что на мой вкус это придает еще больше какой-то мрачности я воспринимаю сама тайм все-таки не как колыбельная как концертную композицию то есть не то что тут все должно быть вот такое спокойненько и мы укачиваем и сами засыпаем первые ребенка а это все-таки драматика это вот что-то да то есть просто тема колыбельный но вот как-то ее нужно подать поэтому мне хочется здесь более ярких красок благодаря вот этой ми внизу я эти краски получаю плюс ко всему опять же обратите внимание на текстуру моего звука и я ее пою так потому что еще раз я классический альт и нота ми для меня это уже граничная но то то есть я ее открытым звуком могу спеть редко она нестабильная и я ее беру таким ну больше именно даже каким-то разговорным вот таким вот режимом и она от этого получается какой-то перкуссионная даже сказала ноты то есть мне не столько высота сколько именно вот этих шумовые эффекты она немножко такая скрипучая да вот такая и это добавляет согласитесь такой красочки специфической но это вот опять же на мой вкус вы можете спускаться на фа диез и брать ее более кстати плавненько перейдем к такой еще штуки как вибрато чувствуете здесь вибрато она даже не совсем является частью ноты она прям как какой-то отдельный элемент это такое стиле образующая я бы сказала вибрато для именно блюзовой вокальной музыки особенно старой блюзовой музыки что я делаю вообще классическая такую универсальная вибрато нужно строится на полтона вниз и вот он там насчет себе бултыхается на полтона вниз блюзовая вибрато именно такого характера вот про который мы сегодня говорим она строится в другую сторону сама она строится вверх и в зависимости от нужной вам краски я бы даже сказала от нужной текстуры я говорю мне сразу представляется когда эту декоративную штукатурку кладут на стену и если хотят ее не просто ровной сделать а какую-то там ну собственно рельеф какой-то туда бахнуть то берут разного вот рода эти как их звать шпатели негладкие опять же да с каким-нибудь там этими лапами зубами какими-нибудь ну забыла слово короче проведешь у тебя полоски останутся более мелкие более крупные более мелкие полоски дадут соответственно более мягкий эффект зрительный более крупные что-то такое более ощутимое вот есть то же самое в зависимости от того какая вам нужна текстура этих вокальных полосок вы можете делать вибрато либо меньше либо большее что я имею в виду то есть например на полтона или и на там не знаю где ты наверное я да почти на малую терцию я сейчас его раскрутила вот будет зависеть собственно массивность вашей вокальной текстуры но берем ноту и начинаем ее вибрировать прям добавляем не везде конечно надо здесь будет прислушаться запишите себя послушайте как в вашем голосе вашем тембре это звучит и добавляете но вот я заметила что именно вверх качающиеся вибрато как раз добавляет вот этой самой стилистики уводит нас от классического звучания звучание более блюзовая и более джазовая опять же там надо смотреть в какой пропорции подсыпать но это тоже добавит особенно и более джазовая и более джазовая и более низческая и более джазовая и более не забывайте Теперь давайте немножко поговорим про ритмику Я уже сказала, что ритмика является самым главным джаз и блюзообразующим элементом Потому что, я думаю, вы замечали, что практически любую мелодию стоит сыграть с вингосинкопированным ритмом И все, сразу случился джаз Сразу случилась джазовая аранжировка Но почему-то в обратную сторону это так не работает То есть если мы возьмем и джазовую гармонию, сыграем ровно Как раз таки это работает вообще в противоположную сторону, дает обратный эффект Мы слушаем и думаем, что что ты взялся за джаз, ну не дается тебе Не надо тебе это играть, что ты так ровно играешь Поэтому ритмика, порой можно даже слышать в сольных партиях хороших музыкантов Они умудряются на одной ноте сбацать такую сольную партию, что просто искры летят Именно за счет ритма, за счет вот этого движения Поэтому сейчас немножко пощупаем ритм Я думаю, что будет хорошо разобрать три базовых таких момента В трех частях, в трех томах Как вообще работает джаза-блюзовая ритмика Здесь, собственно, что за три части Мы можем попасть ровно в долю Мы можем опередить долю и мы можем опоздать Там уже дальше, конечно, надо это все смотреть более точно, более мелко Но здесь лучше всего, конечно, работает наслушанность Это работает всегда, это панацея Просто слушай, 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 постепенно начнешь понимать По какому принципу, по какой логике он вступил здесь А почему он тут чуть притормозил, а почему здесь немножко обогнал Но в целом есть именно три момента Либо мы ровно попали, вообще попали Либо мы опередили, либо мы опоздали И вот давайте сейчас попробуем как раз потренироваться с ритмом Я буду немножко играть, чтобы вы могли вместе со мной попеть Под мой аккомпанемент и вообще вместе со мной Опять же, да, если голос мужской, пойте на октаву вниз Сколы женские, пойте вместе со мной вынесу Что мы сделаем? Для начала мы попробуем попасть ровно в долю Сейчас, какую нам фразу выбрать? В целом они все затактовые, поэтому... Давайте возьмем начало второго куплета One of this mornings Да, это будет затакт, но тут никуда не денешься Еще раз, там все фразы затактовые Поэтому будем работать с тем, что есть Значит, берем вот эту фразу И смотрим, где у нас пересечение голоса с ровными долями Два, три, раз, два, три, раз One of this mornings То есть вступаем мы Два, три One of this mornings На четвертую долю И попадаем акцентом на первую Я очень надеюсь, что вам не слышно этого грохота Потому что мои соседи решили поиграть на батарее, судя по всему Еще разок Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три One of this mornings То есть сейчас соблюдаем абсолютно ровное попадание Прямо жесткое, конкретное, сильное Что я играю? One of this mornings Раз, два, три One of this mornings Раз, два, три Еще раз, два, три Раз, два, три И последний Раз, два, три One of this mornings Теперь давайте попробуем эту конструкцию сдвинуть One of this mornings Сейчас я буду One of this mornings Все, кстати, я начинаю фразу немножко как гармошку Собирать One of this mornings Чуть-чуть побежала Немножечко побежала Мы сейчас попробуем пару раз вместе Вы сможете подстроиться под мой вариант Потом я снова замолчу Буду только играть И вы уже нащупаете какой-то свой вариант То есть начало по-прежнему приходится в четвертую долю А вот разбег самой фразы мы сокращаем Сжимаем ее Раз, два, три One of this mornings Раз, два, три One of this mornings Теперь самостоятельно Раз, два, три Еще Раз, два, три И последний Раз, два, три One of this mornings Это довольно такой непростой вариант, конечно Тут нужно потренироваться чувствовать фразу целиком Чтобы ее сжать равномерно Потом потренироваться чувствовать, что из этого можно сжать неравномерно Чтобы было красиво Но опять же, да, наш ориентир это слово красиво Но чтобы это красиво было не субъективным, а объективным Нам нужно много-много-много слушать И вместе с этим петь Такое лирическое отступление Вообще Именно сама ритмика джаза, блюзовая Она может вызывать большие сложности Потому что в ней лежит какая-то иная логика Иная в смысле, что в академической музыке и в популярной музыке Она одна А в джазе и блюзе она другая И когда мы переходим с одного на другое Мы можем испытывать затруднения, причем часто большие Вот, собственно, это моя история Я вообще-то академический музыкант по образованию Но, побыв в академической музыке Я поняла, что все-таки как-то мне ближе джаз с блюзом Поэтому стала переучиваться уже сама По окончанию своего академического обучения И я очень хорошо это помню Что ты специалист с красным дипломом Просто вот весь Хорошего мнения о себе Ты головой понимаешь, что происходит А выдать это не можешь Потому что у тебя весь твой аппарат к этой логике не привык Он привык к другой логике Он привык ходить другими дорожками И мне приходилось, во-первых, вообще просто в копейку, что называется Снимать какие-то вещи Я очень хорошо помню, что я закликала YouTube просто до дыр в какой-то момент Потому что я все время отматывала, отматывала, отматывала Включала одно и то же место Я пыталась понять, почему Стив Райвон вступает именно в этом месте Мне казалось, что он вступает просто как-то вот так вот Где-то захотелось Он поперек доли вообще совершенно не высчитывая ему вступил Ну, наверное, примерно так это и было Но почувствовал И вот вся ритмическая логика джаза и блюза Она заключается вот в этом почувствовал То есть ждать какой-то супер-мега-схемы Здесь надо почувствовать Но это почувствовать, оно приходит постепенно через наслушанность Вот, поэтому это все освояемо Это все освояемо И надо только применить время на это все дело Но вот так вот берем и тренируемся То есть есть определенные направления Внутри которых, собственно, мы применяем вот это почувствовали Сейчас мы возьмем третий вариант Мы будем запаздывать И если до этого у нас два варианта были начинающиеся ровно в четвертую долю То сейчас нам нужно сдвинуть именно самое начало вообще этой фразы Мы рискнем всем и попробуем ее сдвинуть аж на четверть То есть у нас было Состанет То есть чувствуете, этот третий вариант Он является одновременно миксом со вторым Потому что когда я начинаю фразу позже Я на автомате пытаюсь чуть-чуть это компенсировать Это в принципе еще одна такая Ну как правильно сказать Один столб, наверное, внутри джаза, блюзовой ритмики Это баланс Это баланс между побежали, притормозили Побежали, притормозили От этого создается как раз вот это очень интересное Такое объемно движущееся ощущение Когда вот особенно на живых концертах сидишь Ты начинаешь чувствовать, что звук где-то вокруг тебя Он не где-то на сцене И это не потому, что стоят колонки Колонки вообще-то стоят тоже на сцене А он как-то вот вокруг тебя отбегает И вот тебя закручивает То есть он прям, он живой Именно благодаря вот этому балансу И я это делаю, конечно, уже на автомате Потому что, опять же, большой опыт и большая наслушанность Но поначалу мне тоже приходилось это вручную делать Поэтому сейчас, опять же, мы попробуем спеть вместе Потом я вас оставлю исключительно со своим аккомпанементом И потом снова подхвачу в конце Попробуйте сейчас сделать два варианта Первый вариант Они оба будут начинаться ровно в сильную долю Не в четвертую, а прямо в сильную Прямо когда у меня аккорд си Тогда и мы начинаем фразу Один вариант Это спеть эту фразу ритмически Вот как она изначально была Вот так, медленно, да? А второй вариант Это чуть-чуть подбежать Попробуем? Раз Четыре Сейчас с подбегом Три Четыре Я все еще с вами Ровно Три Четыре Подбежим Теперь ваш выход Четыре Сыграйте, голубчик, еще сорок шесть квадратов Сыграйте, голубчик, еще сорок шесть квадратов Три Четыре И последние Три Четыре Что касается вокальной импровизации Что здесь можно сделать? Можно вспомнить, как поет Элла Элла Фиджеральд Второй куплет Что она делает? Она Жонглирует нотами звучащего аккорда Вот мы вначале голос настраивали на семинорное трезвучие Вот оно нам и пригодилось У нас там Фа, диэс, ре Та-да-та-та-та-та Что у Эллы там происходит? Та-да-та-та-та-та Она уходит на Си То есть она берет ноту из трезвучия Просто другую Закидывает наверх Вот у нее и получается другой вариант Мне нравится здесь Когда большую экспрессию набираешь Ко второму куплету И хочешь там жахнуть То можно не возвращаться в Фа, диэс А, например, уйти в До, диэс Здесь также у Фиджераль тоже это встречается Чувствуйте резкость Это фабикар Это элемент блюзовой гаммы Либо пониженная пятая Либо повышенная четвертая Ее называют в зависимости от того, куда мы двигаемся Мы сейчас идем вниз, поэтому пониженная пятая Ну и дальше То есть я оставляю хвост фразы такой же А вот начало чуть-чуть меняю И вот эта ступенька Она Пониженная вот эта Она должна добавляться, конечно, очень дозированно Потому что если все пересыпать ею То это будет оскомина Она будет хрустеть на зубах Это пониженная пятая ступень Но в моменте, например, какого-то напряжения Можно ее добавить Или добавить наоборот В каком-то очень тихом месте Чтобы она какой-то такой яркий всполох красочный дала То есть тут опять же смотрите Как вы решите по форме, по драматике И особенно как это будет именно в вашем голосе звучать Потому что тембры разные И у вас это может прозвучать совсем не так Как, например, у меня Ну вот Там, кажется, пытается выглянуть солнышко Можно переходить на полуразговорный режим То есть берем, прорабатываем фразу Ну, разговорно, чуть-чуть театрально То есть немножко с утрированной такой эмоции Но тем не менее это именно разговор То есть это какая-то полудекламация получается И мы слышим, как эта фраза, например, по длине располагается Как у нее интонация идет Там же надо По идее тянуть А я ее Я ее разговорно опуская вниз и бросаю Опять же, это тоже такой художественный элемент Его надо добавлять очень так, чтобы не пересолить Я балансирую Я добавила разговорный элемент Сухой такой Обрывался И дальше я это дело балансирую And I'll take to the sky Какой-то длинной, чистой, явной, вокальной, певческой ноты But till that morning Опять такое довольно широкое вибрато There is nothing can harm you Чувствуете, я начала фразу сильно раньше, чем это предполагалось А потом побежала Тяну, 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 начав раньше И потом подбегаю Опять же, момент, когда это тянутие нужно убирать и подбегать Нужно искать вручную Опять же, в зависимости от слуха, вкуса и особенностей голоса Может быть, такой большой, жирный, насыщенный тембр Что там будет слишком вот так Это все Ну, долго это будет не очень, например, красиво Или наоборот, да, тембр небольшой Поэтому надо протянуть и хорошенько ее раскрыть А потом уже побежать Поэтому еще раз пели, записали, послушали Там, так, так Здесь, в зависимости от драматики Вы выбираете нужный вам массив громкости Ну, то есть, громче вы споете, тише, там, жахните к концу И уйдете, там, на какую-нибудь кульминацию Или наоборот, вот как я, приберете, так, спокойненько Философски Это зависит исключительно от вашей идеи Надо всегда помнить, что концовкой произведения Ну, чаще всего управляет именно вокалист Особенно, если это касается какой-то баллады Я тут играю и пою сама Мне проще это контролировать Но обычно, когда аккомпаниатор и вокалист Это два разных человека То аккомпаниатор или смотрит, или краем глаза Или ухом, там, как-то ловит телодвижение певца Он никогда не жахнет первым То есть, это вот Я руками себя ловлю, а не голосом ловлю руки Поэтому тут надо посмотреть В какой, ну, как это сказать В какой окраске, в какой эмоции Вы решите это окончание Можно так Здесь тогда все случилось ровно И с таким каким-то напором Вот Вот так Можно спеть эту песню Ставьте лайк, если вам было полезно Подписывайтесь на канал И мы с вами увидимся в новых видео Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok